всем привет ну что вот такая красота стоит передо мной огромная редкость редкость для россии конечно же то есть я понимаю что может могут быть эти ароматы в коллекциях парфюманиаков сто процентов они там есть потому что ароматы на слуху у людей которые именно интересуются которые ценят парфюмерию с большой буквы но вот так вот чтобы пойти куда-то в магазин просто вот потестить ароматы этого к сожалению не удастся то есть на полках в россии вы этот бренд не увидите и попробовать к сожалению не сможете бренд у нас называется хайрам green вообще изначально вот если вот прям я немножечко сейчас о бренде вообще расскажу что это вообще такое чем он ценен и чем он интересен как я уже сказал для людей которые интересуются уличины парфюмерии вообще бренд изначально имел немножечко другое название но немножко совсем другое если быть точнее да и назывался он с кен систем но в дальнейшем был переименован и сегодня он называется хайрам green по имени непосредственно парфюмера и владельца этого бренда то есть парфюмер у нас канадец по своему происхождению живущий нидерландах и творящий там собственно говоря вот эти прекрасные работы бренд у нас не просто нишевой бренд у нас относится к натуральной парфюмерии то есть это достаточно уникальные в большинстве своем мощные очень интригующие создающие создающиеся исключительно из натуральных ингредиентов ароматы то есть бренд вернее парфюмер использует сто процентов натуральные ингредиенты но кроме прям по заявлением самого парфюмера кроме одного аромата это у нас слоу див и здесь у нас используется единственный ненатуральный ингредиент именно абсолют пчелиного воска вот он здесь синтетический ну в силу особенностей до самого компонента во всем остальном все ароматы у нас собраны из натуральных ингредиентов помимо того что у нас внутри все натурально бренд полностью поддерживает ну вот тот признак который относит ароматы вообще к нишевым ароматом и это в том числе конечно же упаковка то есть флаконы очень простые по мне очень лаконичные очень приятные флаконы удобно держать в руках то есть нишевый бренд вообще изначально до что такое нишевый бренд и в том числе про упаковку то не должна быть какая-то знаете эксклюзивный флакон или сама там эксклюзивная упаковка то есть в принципе предполагать что нишевый бренд и не должен терпеть затраты именно на флаконы и на упаковку какую-то чрезмерную до вся красота должна находиться внутри флаконов то есть все внимание у меня там да как у пользователя вообще у любого там потребителя должна быть сосредоточена исключительно на ингредиентах которые у нас добавляются внутрь и на красоту самой композиции то есть как по заявлением самого парфюмера ну и вообще там я абсолютно разделяю это мнение что аромат должен нас подкупать тем что у нас во флаконе как он раскрывается что это вообще такое а не каким-то ну не знаю супер красивым флаконом или супер яркой упаковкой здесь этого нет вы не найдете очень простая упаковка и внешне а если я не ошибаюсь сделано из переработанных материалов то здесь у нас а бренд полностью про защиту там не на природы ароматы у нас все веганские считаются тоже такую модное достаточно направление не тестируется на животных то есть вот ну всем кому близко вот все о чем я говорю это вот вам добро пожаловать себе но вернемся к натуральным ингредиентам то есть это в принципе то есть такая отдельная отдельный класс ароматов набирающий популярность кто-то любит кто-то не любит очень много споров такая парфюмерия вызывает и вызывала какое-то время назад сейчас нам наверно все таки больше более доступны такие но это как правило небольшие бренды которые работают с натуральными ингредиентами вы знаете я не парфюмер я могу судить то есть ну в силу того своего там скромного там опыта но по словам того то тех же парфюмеров я знаю что и натуральные ингредиенты с ними работать сложнее нежели с синтетическими эквивалентами но вы знаете вот именно вот эта сложность в работе она придает композициям вот те самые очень тонкие нюансы которые просто невозможно создать с помощью синтетики хотят для меня ну вот лично мое мнение конечно же да ну это отдельно вообще отдельных аплодисментов достойно когда из синтетики создаются ароматы которые очень натурально звучат то есть это вот отдельная браво парфюмером то есть и такие работы тоже есть на сегодняшний день без синтетики не обходится вообще это не какая-то тайна ни одна работа где-то больше где-то меньше но вообще сейчас все работают синтетикой с молекулами и тому подобное это не хорошо и неплохо да здесь вопрос но наверное нашего выбора нашего вкуса но вот здесь мы имеем дело с натуральными где-то это осознанный выбор был по парфюмера и вот он считает что вот именно вот вот это такая вот вещь которая придает его ароматом какой-то вот некую особенность будем так говорить и вот как сам парфюмер говорит и в принципе я соглашусь что исключительно натуральные ингредиенты обеспечивают вот его ароматом очень такой яркий роскошный выразительный характер ну и как по мне вот судя по тому что я вот уже носила пробовала вы знаете ароматы такое все не что живые но они оживают на коже то есть у них вот есть свой характер то здесь будет у нас за счет натуральных ингредиентов разница раскрытия на коже разница будет восприятие на что и это очень интересно то здесь нет какого-то некого шаблона будет так говорить и вот здесь вот это будет такой огромный большой эксперимент очень интересный поэтому я сразу сказал что ароматы для ценителей и для людей увлеченных парфюмер для которых которые хотят открыть какие-то новые грани возможно того или иного ингредиента парфюмерии у нас идет это ручной работы даже спирт у нас здесь используется натуральный по заявлению самого же бренда и выпускаются они ограниченным тиражом ограниченными партиями общем партии небольшие но в принципе все что у нас подходит под признаки низшего аромата которые сейчас у нас имеют поле конечно широкий немножечко размыто вот это гранишевый парфюмерии там люксовой парфюмерии но вот здесь еще и благодаря тому что бренды используют натуральные компоненты у нас получается он так стоит особняком ну что же давайте знакомиться я вот здесь вот расставила ароматы которые попали ко мне в руки расставила чтобы было удобно по алфавиту буду рассказывать сразу говорю что если я не ошибаюсь то еще есть три композиции у бренда которые вот у меня которых у меня нету да вот они до меня не доехали да это если я не ошибаюсь дилетант вояж и роза не помню как название ну вот по каким-то причинам вот они до меня не добрались ну в общем немножечко пробегусь прям постараюсь быстренько потому что понимаю что это будет огромнейший объем информации разнашивала пыталась составить свое мнение но понимаю что каждый аромат требует более такого знаете вдумчивого не знаю подхода будем так говорить будет открываться ароматы в зависимости по разному в зависимости от погодных условий поэтому буду говорить вот ну как то вот то что первое такое до впечатление об ароматах чтобы вы хотя бы ну я могла приоткрыть на какое-то направление на вот чтобы задать вектор а дальше уже будут эксперименты на коже вот лично там с вашей если вас заинтересуют эти композиции а и эти ароматы и так первый о чем буду говорить так вот чтобы видно было о чем говорю так вот его наверное поставлю чтобы потом у него свет немножечко потому что не совсем хорошо видно надписи вообще на флаконах под некоторыми углами будем так говорить так ирболе аромат нас про почули почули в обрамлении таких знаете карамельно ванильный ванильных и древесных оттенков вот так вот вот так вот если вот прям буквально в двух словах почули почули очень мягкий достаточно такие в кратчево звучащий то есть есть сначала вот первый такой вот знаете первая волна такой яркости да но достаточно быстро аромат смягчается и вот уже выдаются вот эти мягкие почули а за счет аромата бобов танка и ванили вот те самые почули вообще приобретают такую знаете некую бархатистую структуру или текстуру вот именно по ощущениям вообще еще условно очень условно можно назвать аромат древесно-ориентальным да потому что есть некая здесь вот восточная нотка очень грамотно вписанная и вот такой знаете классический я бы не конечно не назвала что это ретро а вот именно он сделан в классическом стиле носибельный очень уютный в общем кому порекомендую любителям конечно почули если хотите какие-то красивое звучание вот этого ингредиента если любите почули в парфюмерии то пробовать конечно обязательно то есть очень хорошо выполнена работа но вот именно для тех кто любит этот ингредиент так пошли дальше дальше у нас будет аркадия так поставить красивые флакончики невозможно очень люблю я такие вот скромные будем так говорить формы прям ничего лишнего очень люблю так эстетически когда выглядит флакон ничего меня не отвлекает все мое внимание исключительно сосредоточено на том что у нас находится вот эти на этих драгоценных эссенциях которые у нас находятся внутри и так это так я немножко полюбовалась флакончиками в общем но люблю я это дело и так аркадия аромат у нас фужерный с такими знаете лиловыми штрихами травянистой анисовой лаванды и запахом итальянского бергамота в обрамлении такого древесно-сливочного сандала смолистых пряных оттенков и с очень тонким таким цветочным обертоном это достаточно классический фужер в хорошем понимании этого слова составлены напомню из натуральных ингредиентов такой чуть горьковатый очень естественный очень лесной зеленый но знаете внутри степлом лучей который пробивается сквозь вот эти густые кроны деревьев ну вот это такие ассоциации вообще достаточно ассоциативные ароматы и я вот люблю это лично в парфюмерии и если вы любите вот какие-то картинки составлять вылавливай да вот из ароматов когда мы наносим закрываем глаза и создается какая-то некая картина и иллюзия то стоит вам вот конечно вот сюда поэтому кто ищет красивые фужеры добро пожаловать аркадия такой прекрасный просто прекрасный экземпляр так следующий аромат я прям выдохнула да потому что сейчас поймете почему это у нас аромат хайт и вообще он вот этот аромат был признан лучшим артизаналь в артизанальной категории на премии всемирной вообще премии арта альфа экшен по моему называется и вот если не ошибаюсь 2019 году это очень серьезная работа прям вот действительно аромат серьезный отчасти назову его где-то наверное даже брутальным таким это кожаный аромат кожаный дымный даже чуть дегтярный с такими знаете с нюансами под копчения вот у меня муж пробовал аромат он здесь именно как воспринимает копченость как чернослив кто-то воспринимает больше просто как копченость некую с каплей вот это вот все кожа дым вот это вот всего деготь это с каплей такого нектарного цветочного меда и такой глубокой зеленью мхов аромат густой аромат плотный аромат сложный сразу сказала то есть во первых он для подготовленных он для людей сильных духом и с крепкой нервной системы потому что аромат довольно таки яркий но если вы любите такое направление если вы носите вот именно такую не избитую не такую яркую такую дымную любите кожу то конечно же пробовать обязательно возможно там может быть не на каждый день но вот если вы там коллекционируете такую кожу то есть это вот прям вот тут вот сто процентов нужно но не зря он победитель премии то есть это наверное самый сложный будем так говорить аромат по восприятию не по тому как составлена композиция здесь нет простых композиций ну как у меня вот сложилось впечатление то есть все очень многогранные вообще многослойные но вот этот достаточно сложно восприять если вы подготовлены это направление ваше то вот эта кожа прям 100 процентов достойно внимания это однозначно следующий аромат у нас идет шангрила смотрите вообще шангрила был выпущен брендом в 2014 году в первой версии и потом он был снят с производства ну вот не знаю парфюмер сам я насколько читала интервью он сказал что он не очень хорошо продавался но все-таки продавался он не очень хорошо но было у него достаточно много обращений чтобы этот аромат запустили опять в производство и вуаля в 2022 году шангрила был снова перевыпущен и он немножечко изменился тоже вот прям из интервью того же самого парфюмера он говорит что он не менял как таковой формулу то есть он оставил максимально приближенный аромат к изначальному звучанию то есть компоненты не менялись но он сделал его чуть мягче он сделал наверное его чуть более носибельным до нежели версия 2014 года поэтому если вы вдруг знакомы с ароматом 2014 года то можно смело попробовать вот так вот эту версию что у нас такое вообще шангрила на нас в принципе само название кто-то опять поверну что было видно о чем говорю само название у нас вообще раскрывает все да такой аромат волшебного рая ну условно на земле объект такого всеобщего желания на место куда хочется попасть что что такое вообще про про сам аромат да здесь у нас аромат цитрусовых смешивается с такими теплыми пряностями и с землистыми такими нотками очень красивыми которые переносят нас какое-то уединенное место высоко в горах где у нас чистый воздух и он свежий воздух да в принципе если мы берем направление это у нас шипр довольно мощный шипровый аромат с таким пикантным пряно-цитрусовым облаком и отчетливой ноткой гвоздики и вот они у нас образуют такой очень теплый цветочно-пряный аккорд который будет дополнен оттенками персика то есть фруктовая составляющая здесь очень красивая то есть персик у нас сначала вроде бы свежие затем чуть-чуть шершавенький потом опять свежий и помимо персика вот этот самый прямо цитрусовый вот аккорд цветочно наверно прямо цитрусовый еще и помимо этого всего обрамляют такие душистые травы глубина того же самого дубового мха ветивера то есть древесная составляющая его древесная составляющая у нас создает такую иллюзию тенистого зеленого по ощущениям ночного леса но это только древесная составляющая если мы вообще в целом возьмем вот про аромат то аромат у нас создают такое знаете иллюзию вот как не какого-то некого идеального места где горы у нас залиты солнечным светом вечно цветущие луга и сады и сады у нас с фруктовыми деревьями и вдали у нас виднеется вот синего моря то есть это к это место очень хочется чтобы она была на земле но место абсолютного какого-то некого совершенства вечной гармонии очень гармоничный аромат если вы любите шипры если вы носите шипры красивые классические опять же в хорошем понимании этого слова глубокие многогранные то шингрила вот обязательно нужно попробовать так пошли дальше ароман аромат ароман мун блум это абсолютные бестселлер марки то есть это вообще был первым ароматом с момента у того как бренд был назван до haram green в 2013 году вот этот аромат вышел первым и вы знаете это такой глубокий сочный бархатистый цветочно-фруктовый аромат который стал своеобразным визит своеобразной визитной карточкой бренда мы познакомились с этим брендом и мы начали после этого аромата ждать следующих работ вот знаете да вот ароматов не так много линейка не такая широкая выходит они так часто но если нас заинтересует какой-то аромат мы как правило ждем дальнейших работ потому что аромат действительно интересный а еще как по мне это аромат одно из наверное из самых красивых вообще аромат у нас про туберозу и это одна из самых красивых вариаций на тему туберозы здесь у нас тубероза удивительной красоты хотя я небольшой поклонник вообще цветочных ароматов в том числе и там и туберозы но бело цветочные тоже очень выборочно ношу но здесь тубероза прекрасно душистый такой цветок туберозы который купается в нежном мерцающем сияние лунного света то есть королева царица ночи такая пряно сливочная умопомрачительная тубероза здесь у нас правит балла конечно же не одна в окружении своей свиты а именно ласкового тепла такого знаете цветочно-сиропного иланга и абсолютно пьянящего дурмана жесмина с такими сладковатыми зелено-фруктовыми нюансами и всю эту красоту цветочно-фруктовую зеленую она ее будет омывать так чуть и размывать и смягчать такая сливочная сладость белой мякоти экзотического кокоса поистине жест и женский аромат вообще если мы говорим о гендерной принадлежности у нас все ароматы кроме вот этого заявлены унисекс это аромат у нас заявлен изначально самим парфюмером брендом что это женский аромат ну я не знаю я действительно его я не против никогда я никогда не смотрю что там написано меня спрашивают там унисекс аромат мужской женский никогда не смотрю женский это мужской то есть мы носим то что нам нравится и не важно что там написано мы носим то что красиво раскрывается на нашей коже не важно что написано это может совершенно по-разному открыться на женской на мужской кожи обнажив абсолютно неожиданные грани на двух там видах кожи но вот здесь я действительно не представляю на мужчине хотя было бы наверное интересно послушать вообще это аромат для меня про такую чистую женственность поэтому кто любит тоже такое направление кто любит туберозу в красивейшем обрамлении богатом многогранном таком действительно лунно мерцающим то обязательно познакомьтесь вот с этой туберозы так следующий аромат слов div это наверное еще один такой бестселлер будем так говорить марки аромат который пользуется конечно бешеной популярностью потому что направление сложное вот в принципе можно назвать не так много ароматов которые действительно искусственно сделаны очень добротно сделано в этом направлении что же за направление да у нас такое здесь у нас идеальное воссоздание запаха натурального меда меда стекающего по восковым вот этим сотам то есть если вы ищете мед то в принципе на сегодняшний день как по мне буквально пару-тройку вариантов зоологист но там мед другой более сладкий более ванильный да и вот этот мед то есть красивейший просто очень правдоподобный аромат меда темный густой вязкий мед который медленно растекается по коже и вот это медовая нега у нас будет дополнена звучанием потрясающим звучанием цветов апельсина и табака без белизной вот этой душистой той же самой туберозы но здесь она будет немножко другая и терпкостью сухофруктов аромат сразу говорю густой тягучий теплый прям ну это вот просто не знаю нечто такое невообразимое да он сладкий но сладость здесь будет не сливочная не ванильная это наверное ближе туда вот к зоологист ну хотя тоже вот знаете зоологист очень капризное восприятие будем так говорить и в раскрытии на на коже я про себя говорю здесь у нас будет сладость скорее такая золотисто-смолистая иллюзорно-янтарно-амбровая ну очень интересный экземпляр вот кто хочет действительно аромат натуральный аромат меда с восковыми сотами в красивом обрамлении то пробуем просто не задумываясь возможно не в лето возможно да ну в общем отказать себе в таком удовольствии ну просто не было там возможности да хоть капельку вот на запястье и уткнуться носом и вот просто не знаю кайфануть это вот прям вот обязательно то есть если любите такое направление ищите каких-то новых впечатлений новых эмоций то вам сюда ну и повторюсь я уже в самом начале сказала это единственный аромат где использовался один ненатуральный ингредиент а именно абсолют пчелиного воска то здесь он у нас синтетически остальное все натуральное и в остальных композициях тоже все натурально так пошли дальше ветивер вы знаете я не сразу обратила внимание вообще на этот аромат мой муж меня подтолкнул он очень любит ветивер хотя я тоже люблю ветивер нашу с удовольствием под настроение ветивер но вот муж у меня просто фанат он сказал ну когда я попробую я какой-то наверное это не для нас и буквально вот прям даже с колпачка я уже не говорю с первого пшит он сказал да какой не для нас для нас для нас это нам надо сто процентов ветивер элегантный и очаровательный вместе с тем такой очень энергичный и наверное где-то в нем есть некая доля авантюризма вообще аромат нас встречает такой знаете душистой смесью цитрусов который переплетается с такими чуть-чуть остренькими достаточно свежими оттенками имбиря это очень красиво это именно про ту энергию про ту энергичности которую я вам сразу сказала описывая аромат вот буквально несколькими словами потом у нас появляется ведь и ветивер 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 в общем не знаю простите меня я так и не могу вообще понять как это правильно вроде как ветивера там может быть ветивер ну в общем вы меня поняли да не ругайте сильно я вот буду называть по привычке ветивер появляется ветивер здесь у нас использовано два вида ветивера исправлюсь и вот благодаря вот этим двум видам именно получается что у нас вот этот ветивер будет играть своими многочисленными гранями вообще компонент очень многогранный здесь уже вопрос как парфюмер его обыграет и какую часть вот вытащить будет так говорить из него здесь у нас будет ветивер и свежий и чуть пряный и капельку может быть такой землистый с каким-то даже цитрусом за счет верхних цитрусов по тоном с красивым древесным обертоном и вот ветивер и ветивер добавляет аромату глубины вот эти два вида которые идеально переплетаются друг с другом глубину и сложность они дают вот этому аромату ну а база у нас будет такая более шелковистая она соткана из кедра она соткана из семян амбреты и вот они наоборот будут приносить некую мягкость некие изящные штрихи обрамляя вот эту вот сложность и глубину ветивера вообще вот аромат в целом дарит такое ощущение свежести и вот такой некой пышности тоже в хорошем смысле этого слова без вот этот ветивер у нас будет без явной гендерной направленности хотя как я уже сказала что практически все ароматы кроме тубероза у нас заявлены унисексами но здесь прямо на сто процентов некоторых я может быть сомневаюсь он будет прекрасно ложиться на женскую кожу точно так же как и на мужскую кожу то есть сядет элегантно может быть немножечко дерзко но очень носим поэтому если вы любите ветивер парфюмерии если вы носите ароматы с ветивером и вот это как-то ваше направление то ознакомиться прям на сто процентов обязательно так ну и последнее о чем я скажу последнее здесь потому что стоят ароматы у нас по списку 5 в алфавитном порядке но далеко не на последнем месте для меня лично то есть этот аромат который я хотела но практически больше всего в вашу живой в переводе и сам аромат вот реально живой я сейчас в нем это вообще нечто потрясающее конечно вот нам заявляет вообще сам бренд и я с ним полностью на сто процентов соглашусь что всего несколько капель сделают жизнь прекрасной и удивительной вот и это этим все собственно говоря сказано можно больше ничего не говорить ну а если серьезно аромат у нас про фиалку я люблю фиалку вообще в парфюмерии я пробую разные фиалки фиалки ирисы там они разные могут быть абсолютно и я я стараюсь вот и тестировать их там что-то остается в коллекции что-то нет здесь у нас запах не знаю такого абсолютно радостного и беззаботного аромата фиалки очень красиво вообще фиалка за что люблю фиалка имеет такой некий профиль знаете ну ассоциативный на профиль какой-то скромности и элегантности но вошла фиалка у нас где-то наверное в двадцатом веке то есть очень много было женских композиций на эту тему были они по большей части вот какие-то пудровые в том числе но бывали с большей зеленью все сложный ингредиент такой достаточно но я сразу вам скажу что вот здесь ретровости какой-то пугаться вот вот сто процентов не стоит некий классический стиль есть но это вот прям условно вот именно профиля не более того то есть никакого ретро здесь нету не бойтесь пробуйте если вдруг вот ищите какую-то необычную фиалку и здесь у нас фиалка будет достаточно в непривычном виде для нас которую мы вообще привыкли ну а понять в каких-то композициях она будет не косметическая она не будет раскрывать свои другие грани достаточно часто используемые в парфюмерии такие таких знаете засахаренных фиалок то есть мы это чаще всего встречаем но здесь у нас аромат фиалки будет другой он скорее свежий он чуть пряный очень пикантный он будет очень приближен к естественному звучанию цветка самого благодаря тем самым натуральным ингредиентам которыми которые используют нас парфюмер при создании своих композиций то есть эта фиалка она будет совершенно не такая которую мы встречаем во многих многих композициях фиалка у нас будет естественно не одна в окружении будет свежести цитрусов это будет такое знаете первый намек такой знаете такая искра цитрусовая в начале потом она уйдет и обрамлять будут немножко другие ноты будет управлять благородство ириса будет такая жарко-пряная одновременно прохладная гвоздика гвоздики тоже здесь не пугайтесь да вот она тоже вот и дает вот какое-то у нас вот представление о ретро но здесь все очень-очень деликатно это всего лишь будет вот именно чуть пряное и жарко-прохладное одновременно то есть вот такой контраст некий будет давать гвоздика повторюсь деликатнейшая но все-таки несмотря на все вот это обрамление аромат все равно больше всего про фиалку и фиалка несмотря на то что ее окружают вот эти разные 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 ингредиенты фиалка у нас здесь сохранила знаете сохранила вот образ того самого робкого застенчивого очень нежного фиолетового цветка который скромно прячется в зелени листвы то есть если мы говорим про некую пудровость вообще фиалки которую мы привыкли да вот к этому профилю то здесь у нас будет вот прям он буквально капля да то есть если есть пудровость то она такая прозрачно свежая она очень легкая вообще очень такой натуральный аромат но турист натуралистично звучащий наполненный воздушной такой цветочной сладостью то есть он и сладкий и свежий одновременно знаете такая некая шелковая тонкая вуаль ароматическая вуаль украшение вот для меня женского образа несмотря на то что аромат у нас заявлен унисексом я честно говоря не пробовала я очень допускаю что на мужском на мужской кожи он откроет какие-то некие свои грани потому что но если я могу сравнивать свою кожу и кожу мужа на нем вот более остро как-то вот немножко другие грани обнажают композиции да если там есть дерево то на нем дерево оно такое более с более острыми углами если там есть пряность то пряность на нем превалирующе звучит на мне моя лично кожа очень многие ароматы смягчает даже в какой-то момент услащает и вот нам не звучит по одному наверное нужно послушать с довериться здесь парфюмеру и послушать этот аромат с мужской мужской кожи возможно он откроет какие-то уже новые свои нюансы ну вот так вот как-то из того что вот попала ко мне руки в руки в коллекцию я очень надеюсь очень надеюсь что каким-то образом я понимаю что я не раскрыла суть вообще каждого аромата это невозможно сделать там в одном видео там буквально несколькими там словами предложениями но свои впечатления от ароматов я постаралась описать некое направление в котором выполнен тот или иной аромат я попыталась вам задать я надеюсь это облегчит вам муки выбора особенно выбора онлайн я сразу сказала что оффлайн эти ароматы в россии не продаются и это видео будет вам полезно всем отличного настроения пока пока